И, друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на рассмотрении небольшая такая посылочка, но довольно полезная, на мой взгляд. Но, опять же, не все. Сами видели, в каком виде она пришла. Открывается она довольно просто. Ну вот, не буду томить, это дверной глазок. Надеюсь, что транспортировка никак нам не испортила наш товар, хотя коробку она явно испортила. А раз испортила коробку, значит, вполне вероятно, что... Да что вы, издеваетесь, матрешки, что ли здесь? Ну, хотя, с другой стороны, мы видим, как пытался уберечь товарищ, значит, продавец всяческих повреждений нашу посылочку завернул аж в две хлопательные пленки. Итак, друзья мои, вот такая вот коробочка. Ну, надеюсь, что здесь все будет не тронуто. Что же мы здесь видим? Опять очередная такая вот пленочка. Здесь у нас идет какой-то мануальчик. Он идет у нас на китайском языке. И что-то здесь, наверное, какая-то гарантия, что ли, мне так кажется. Здесь у нас штуки специальные, для того, чтобы мы могли крепить. Значит, дальше. Так, специальная табличка, для того, чтобы люди понимали, что здесь дверной замок. И, ну, не могли написать по-русски, да? Видят же, что в Россию едет посылочка. И непосредственно должен быть, должен быть сам монитор. Монитор выглядит вот таким образом. Опять в этой пленочке. Хорошая упаковочка, все нормально. И вот сам монитор вот такой. Значит, здесь у нас одна большая кнопка. И с этой стороны у нас четыре кнопки. Работает, насколько я помню. Извините, друзья, сейчас я не могу ничего сказать. Кстати, здесь как-то так вот непонятно. Работает он. Ого! Ха! Для меня это интересно, конечно. Все видят, да, длину этой шахты? Это серьезно, серьезно. Это такой глубина, да. Нефть искали, что ли? В общем, здесь вот так вот выглядит эту штуку. Мы, значит, шнур вот этот вот, который вот этот, мы вставляем сюда. Второй идет у нас непосредственно в глазок. Сейчас я раскрою глазок, и мы посмотрим, как выглядит сам глазок. Судя по всему, это запасная, что ли, штука. Шнурок запасной. Вот, все это очень легкое. Ну, по весу, ну, грамм 15, наверное. Значит, выглядит это вот так. Никаких пленочек здесь нет. Это пластик. Это пластик, и это нехорошо, на мой взгляд. Здесь самое большое, это и есть камера. Сама камера. К ней подходит вот этот кабель. Крепится она там, кроме того, что вот на шурупы, непосредственно она еще. Вот у нас вот эти вот шурупы, да, они крепят с этой стороны. И, кроме того, здесь еще есть и скотч двусторонний, на который, собственно говоря, будет уплотнение такое. За счет вот этих вот, там, видите, мягенькие такие вот уплотнители, чтобы она плотно прилегала. Затем здесь есть у нас два или один инфракрасный датчик, в общем, что-то тут такое. И сам звонок. Судя по всему, звонок работает. Во всяком случае, кнопка такая довольно тугая. Вот, нажимается хорошо, приятно. И вставляется это мероприятие у нас вот таким вот образом. Вот, короче, как-то вот. Ну, вот, в общем, понятно, 100% вставляется вот так вот. Это немного неудобно, но никуда не деться. В общем, первый раз буду монтировать подобное сооружение, подобное технологическое решение для своей двери. И, знаете, расстроило меня, реально расстроило то, что вот эта вот вещь, желтая, она из пластика, из пластмассы. Это меня реально расстроило. Ну, с другой стороны, кто-нибудь когда-нибудь подходил к этому и вот так вот тыкал в него? Нет, конечно. Так, ну, что еще могу сказать? Значит, сам у нас, по-моему, батарейки здесь, 4 батарейки по 3А, по-моему. Ну, вот, на мой взгляд, они должны быть вот такие, вот такие. Сейчас давайте проверим сразу. Это у нас, это у нас, я хрен его знает, какие это у нас. Так, а как их кидать? Ага, здесь, в эту сторону, вот так вот. Так. Это какие? 2А, да? Ну, в любом случае, давайте попробуем. Там будем посмотреть, как получится. Значит, ух, одна ушла. Одна ушла, друзья мои. У меня тут немножечко есть, но они, правда, по-моему, не рабочие, но хрен с ними. Ага. Значит, 4 батарейки подобного плана. Значит, кидаем, значит, так, это фишка дня. Вторую обратной стороной закидываем. И здесь то же самое закидываем так же. И еще одно вот так. По идее, мы должны это все закрыть и закрыть. И уплотнить вот сюда. Вот таким вот макаром. По идее, вот эта вот кнопка включения вниз-вверх. И M, я не знаю, что это такое пока. Ну, вот, конечно, когда мы приклеили, всунули туда батарейки, естественно, стало немножечко потяжелее и поприятней. Ну, по идее, должно хоть что-то сделаться. А, это не то, да. Вот. На мой взгляд. Значит, ну, друзья, батарейки я не заряжал уже, наверное, полгода. Это реально. Вот здесь вот у нас громкоговоритель. Какие-то китайские штуки. Еще один какой-то переключатель. Вот. Это надо будет уже смотреть на месте. Здесь вы уже все поняли. Это я не знаю, что какая-то там. Так. Ну, кнопки, понятно. Кнопки, понятно. И вот еще один. То есть, это получается, куда мы говорим, а вот это, откуда мы слышим. Ну, собственно говоря, друзья мои, все. На этом мы заканчиваем это видео, этот ролик. Кому было интересно, ставьте лайки, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Расскажите друзьям, кто интересовался подобными технологиями. Вот. И что я еще хочу сказать. Когда я это установлю, естественно, я сниму это видео и продемонстрирую, как это все происходит. Друзья мои, что хочу сказать. Очень важно в этом дверном глазке именно то, что он может следить, видеть хорошо именно при плохом освещении. То есть, даже если лампочка у вас не работает где-то, ну, на дворе там или на личной клетке не работает лампочка, в любом случае, инфракрасная подсветка она будет подсвечивать, и вы будете прекрасно видеть, кто к вам пришел. На этом, друзья, все. Спасибо за просмотр и всего доброго вам. Пока.